В общей сложности верблюд Чирчик и его подруга ослица Мила находятся на самоизоляции в Белгородской области уже около полутора месяцев. Это кадры из нашего репортажа от 23 апреля. Тогда запасы корма были большими. Сейчас же овощей и сена хватит едва на одну неделю. Чтобы как-то беречь сено, животных вывели на зелёные пастбища. Рацион ослицы прост. Она сейчас постоянно может щипать травку. В отличие от верблюда, которому это делать трудно из-за особенностей его ротовых органов. Плюс обоим делают овощные салаты. Правда, рацион Чирчика в несколько раз больше, чем у Милы. Чтобы вы понимали, как много ест верблюд, только за один приём пищи он в идеале должен съедать около 2 килограммов зерна и 3 килограмма овощей. А таких приёмов ему нужно в день целых 3. Плюс он постоянно должен щипать сено. Это в идеале, но сейчас рацион Чирчика урезан. Салаты ему дают только 2 раза в день вместо 3. Сено тоже на исходе. Верблюду не хватает калорий, хотя после зимы он должен активно набирать вес и заполнять горбы жиром и питательными веществами. За помощью цирк Шапито «Шёлковый путь» обращался в белгородские паблики и средства массовой информации. Отклик был, правда, небольшой. Добрые люди приезжают, привезли недавно нам 2 сетки моркови, сетку капусты. Ну вот мы утром и вечером кормим. Абсолютно любая помощь цирку будет кстати. Животные едят сено, зерно и разные овощи. Свёклу, капусту, морковь и даже картошку. Привозить всё это можно на место стоянки цирка, окраину дачного товарищества «Сухой лог» в Белгородском районе. Это между посёлками Стрелецкое и Комсомольский. Каждому, кто не останется равнодушным, хозяева цирка обещают фотографию с верблюдом и ослицей, на которых также можно будет прокатиться. Илья Лядвин, Евгений Титов. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.